На асфальте возле дома 34 по улице Московской до сих пор осталась лужа крови. Машина погибшего стоит у подъезда. Жительница дома Шамиля Фаткулова проснулась ночью от звонка в домофон. Я уже подошла таким вежливым голосом. Откройте, пожалуйста, я ключ забыл. Ну, я открыла. Я телефон вот так посмотрела. Как раз час 59 минут было. Оказалось, что ее сосед вместе с подругой вернулся домой. Соседи видели, как из подъезда выбежали двое в масках и начали сбивать парня металлическими палками. Он достал из кармана травматический пистолет, но выстрелить так и не успел. Погибший 27-летний парень, по словам соседей, жил тихо, не привлекая внимания. Дело тоже никто не видел. Он день спит, ночь куда-то на работу ездил. Все. Как нам стало известно, следствие рассматривает сразу несколько версий произошедшего. Одна из них – конфликт на личной почве. Татьяна Баловна, Иванжелика Бровенок. Наше время.